Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас буквально за пару минут быстренько обсудим предложение, которое выложили в магазин. За 5 долларов предлагают приобрести себе набор с коллекционной машиной третьего уровня PZS35, а саму машину мы заценим чуть позже, но в этом же видео не убегайте. И за 5 баксов вам предлагают третий левел с камуфляжом, с открытым оборудованием, слот в ангаре само собой и приказ на один контейнер собери их все за 10 побед в течение одного дня. Дорого или недорого? Ребят, мое скромное мнение, что это очень дорого и невыгодно. Дело в том, что PZS35 вы можете продать за 1200 золота. Слот в ангаре обходится при обычной простой покупке в 250 голды и один контейнер собери их все при стоимости 3 контейнеров в 1500 получается 500 голды за контейнер. Итого считаем 1200 за машину, сейчас на всякий случай покажу вдруг кто на слово не верит, 1200 за машину и 750 за слот в ангаре и контейнер. После того получается 1950 золота вы получите в случае если продадите саму машину, ну и соответственно из контейнера допустим вам ничего не выпадет. Таким образом получается, что покупать данный набор именно как донат я остро не рекомендую. Крайне невыгодный курс, ну прям вот совсем крайне выгодный. Теперь что касается самой машины. Это коллекционка и безусловно кто-то может данную коллекционку рассматривать как машину, которая будет красоваться в ангаре, допустим, наряду со всеми другими коллекционными машинами, которые можно собирать. И такие ребята любители есть. Что касается поиграть на данной машине, то давайте будем обсуждать данный вопрос отдельно. Что касается технических характеристик по машине, в основном зацениваем все в бою, но на орудие смотрим непосредственно стоя в ангаре и дополнительно порой в сравнительной таблице, чтобы сравниться с другими машинами на уровне. Здесь у нас стоит орудие с перезарядкой в 5,6 секунды. Есть пробой в 84 и средняя альфа в 90. Углы склонения приятные вниз минус 10. В целом должно быть все действительно комфортно. Время сведения 2,2, но в принципе это третий левел, там все быстро сводятся. А вот разброс здесь очень большой. 0,390. И мне кажется, что будет крайне дискомфортно. Скажу откровенно, я ПЗшку очень давно выгонял из ангара и поэтому сейчас будет в принципе как в первый раз. Что касается брони, то здесь, ребята, интересная штука. Несмотря на то, что это средний танк, он в принципе для своего третьего уровня, как средний танк, довольно неплохо забронирован. И при этом, ребят, он имеет очень хорошую играбельную броню в башне, забронированную плюс-минус комбашню. Короче говоря, когда вы от башенки отыгрывать будете на третьем левеле, как бы смешно это ни звучало, вы будете танковать. Да, действительно, ребят, порой бывает такое, что и песок можно заценивать абсолютно серьезно. Как там говорится, абсолютно серьезно, о, абсолютно несерьезно. Что касается башни в проекциях там сзади и сбоку, то здесь все окей. Чин-чинарем все хорошо, по бортам сохраняется броня такая же, как и во лбу. Единственное, что нижняя часть корпуса отличается своей картонностью. Ну и корма, в принципе, там тоже особо ничем не похвастается. Да и в принципе, ребят, на третьем левеле в основном стреляют кто куда попало, всем кому не лень, а бы только бросить. Что касается сравнения машины с другими, то обратите внимание, что только Викерс Медиум МК-3 отличается в пользу увеличенного ДПМа по сравнению с нашим С-35. У него 1047 заявленного ДПМа, при том, что 968 у нашего героя. У всех остальных на уровне средних танков данный ДПМ ниже. Но ребята не сильно отстают некоторые. Допустим, тот же самый М2 Медиум Танк и тот же самый, господи, как его, Тайп ЧХ. Что касается подвижности, то здесь у нас реальное уныние. Ну вот прям совсем слезы из глаз, порой кровь из глаз. 37 это крайне мало для левела, все машины преобладают его по подвижности. Но с другой стороны, его какой-никакой броней наделили, поэтому это что-то такое недотяжелый танк на третьем уровне. Что касается доходности, ну ребят, на третьем левеле никто фармить не будет, понятное дело, серебро. И по большому счету можно было бы сказать, что это один из лучших фармеров среди средних танков на третьем левеле. Но давайте не будем народ смешить, а то пупы поразвязываются. Что касается процента побед, вот здесь уже, ребят, становится интересно. Потому что 59% побед, и это при том, что машину катает 308 игроков. Кто-то будет смеяться, потому что есть по 700 игроков на таких машинах, как Круизер и, допустим, тот же самый ПЗ-3. Но, ребят, не надо забывать о том, что эти две машины, это проходные средние танки, одних из самых популярных веток в игре. Если вы посмотрите, то среди средних танков проходных есть всего 4 нации, которые имеют у себя на третьем левеле именно средний танк. Это Китай, Япония, Германия и Британия. И при этом, ребят, сами понимаете, что Китай и Япония далеко не самые популярные ветки в нашей игре. Таким образом, получается, что как раз на Германии и на Британии в основном ребята и катают. Соответственно, отсюда и такое количество игроков, которые играют на этих машинах. Почему не больше? Ну, просто потому что их проходят, продают и на этом, в принципе, дело заканчивается. Про них забывают. Поэтому вот эти вот 700 игроков здесь и 700 здесь, это те ребята, которые просто сейчас на третьем левеле для того, чтобы перейти на четвертый. Что же касается всех остальных машин, то обратите внимание на количество игроков. И получается, что самой популярной среднего класса машиной на третьем уровне является как раз ПЗС-35. Почему именно так? Не знаю. Возможно, он лучше всех играется и, возможно, новичкам, ну или бывалым его броня помогает отыгрывать. Ну что, так или нет, давайте сейчас будем заценивать. Зайдем в бой чисто ради интереса. Я не знаю, чем сейчас дело закончится. Не ставлю каких-то больших ставок на данную машину. Со мной, кстати, заходит еще один товарищ на ПЗС-35. И вот здесь мне интересно, он купил этот наборчик по предложению или это бывалый игрок, у которого давно эта машина стоит в ангаре. Вот если он сейчас покрашен в черно-красный цвет, вот так, как это было в наборе, я имею в виду тот камо, который идет в комплекте, значит, он недавно себе его купил. Где этот товарищ катается? Вон он поехал, смотрим, в чем он. А он такой же, ребят, как и я. Он, ну не знаю, возможно, он просто камо не одел. Хотя я сомневаюсь, если уже человек прям... Он в камуфляже? Нет, он без камуфляжа. Не исключено, что он такой же, как и я. Он просто не заморачивался, не ставил каму на данный аппарат. Ну, просто потому что на третьем левеле особо там ничего не решает. Маскировка нафиг не нужна, по большому счету ты не БТшка. Углы склонения. Приятные, комфортные, все окей. Время перезарядки. Перезаряжается бодро, нормально. Мне, честно говоря, пока все нравится. Точностью орудие довольно классное, довольно интересное. Я не могу сказать, что я сейчас, честно говоря, не получаю удовольствия. Вау, меня даже не пробили, ребят. Вот так вот получается. К нам приехали в корму. Я очень сильно надеюсь, что ребята сейчас сдержат гору. Я поеду вот этого товарища попытаюсь поразбирать. Жаль, адреналина нет на третьем уровне. Не попал. Так, ко мне приехали. Меня почему-то никто не поддерживает. Все ребята сосредоточились на горе. Кроме как быстренько сваливать, ничего не получится. Кстати, обратите внимание, что подвижность, она оказалась не настолько прям страшная, как было отчеканено в моей памяти. Может, действительно не настолько все уныло. Потому что я думал, что сейчас зайду в бой и будет себе такой плачеда Домингос, когда все поехали, а ты плачеду устраиваешь, потому что ты не можешь их догнать. Офигенная победа. Просто супер. Может, сейчас, походу, будет 7-0. Так, смотрим. Докинул. Докинул, но не пробил. Но точность орудия действительно классная. И несмотря на то, что это третий уровень, в котором снаряды порой улетают вообще фиг знает куда, с огромными разбросами. И, кстати, ребят, разброс-то был практически 0-4, а отыгрался вполне нормально. Удивительно. Но факт. Что касается результативности машины, то 520 единиц красуется по результатам боя в уроне. Что касается серебриандии, то с учетом установленного прем-аккаунта у меня получают целых практически 14 тысяч серебром. Ну, а в своей команде по урону занимаюсь среднячок. Ну, в целом, ничего удивительного. Но обратите внимание, что ПЗ С-35 с нашей же команды недалеко от меня ушел. Буквально на 10 единиц урона. Но я не считаю, что прям совсем большой разрыв. Так что не исключено, что данная машина приблизительно вот так играется постоянно. И да, кстати, к слову, если вдруг вы любите танки абсолютно безусловно, вот точно так же, как я их люблю, и если вы не заморачиваетесь над тем, что жизнь кипит только на 8 или на 10 уровне, если вы смотрите на танки шире, чем пределы, которые устанавливают другие каналы в виде статистики и среднего урона, которые вы должны делать за бой, обязательно подписывайтесь на канал, на котором вы найдете честные обзоры, интересные видео-обзоры на танки любых уровней, на любые предложения, которые появляются в магазине, и на фановые каточки тоже можете рассчитывать. Поэтому подписывайтесь на канал прямо сейчас. Я вам буду безумно благодарен за то, что вы поддерживаете канал в его развитии. Ну, а я постараюсь радовать вас все новыми и новыми видео. Поверьте, мне очень нужны ваши подписки для того, чтобы конкурировать с другими каналами, и чтобы YouTube все лучше и лучше продвигал мои видео и показывал их все новыми и новым зрителям, которые раньше не слышали о моем канале. Ну что, поехали! Попытаемся что-то еще сделать. Засветов нет, один только засветился. Все, так, пошел засвет. Не знаю, где еще бойцы противников. Чуть-чуть не хватает, блин, угла склонения. Но, ребят, минус 10. Я бы сказал, что и так довольно-таки немало. ФЦМ-36 имеет долгое время перезарядки, поэтому в целом парень правильно делает, что прячется. Но вот правильно ли делаю я, что выпячиваюсь вперед, я пока не знаю. Попадаю по соперникам, ребят, но не результативно, и это очень грустно. Трое против двоих по мини-карте с правой стороны. Я поеду сейчас попробую с круизером немножечко помочь с вот этим. Пока его пытались разбирать. Двое наших уже слилось в ангар. Я так понимаю, что в данном бою веселого и результативного, возможно, ничего не будет. Продолжают расковыривать М3 Стюарта. Жалко, конечно. Класс, еще и есть попадание, но, к сожалению, не с тем, чтобы отправить парня в ангар. Ну, хотя бы один фраг. Уже неплохо. Сейчас, я так понимаю, по мою душеньку ехать будут. Уже приехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я хочу свалить. Я хочу свалить, ребят, я очень хочу свалить. Нет, не получилось. Ха-ха, меня убили. Ладно, шутки шутками, но я единственный в команде, кто смог сделать фраг. И теперь могу повесить себе медаль Коломштильцеля. Или кого там. Если ты хотя бы один фраг сделал за бой, а вся команда слилась с нулями. Смотрим по результатам боя, что у нас получается. У нас получается, думаю, где-то среднячок опять по урону. Блин, вообще нифига. Две тысячи. Господи, две тысячи. Зарасхотел ГСНчик. Двести тридцать один. Двести тридцать один урона. Это очень мало. Зато есть фарм. Вау, целых пять тысяч. Ну и что касается результата по команде, я опять в средняках. Но обратите внимание, что мало кто от меня там прям сильно далеко убежал. Короче говоря, ребят, давайте будем ложить руку на сердце и говорить честное мнение по поводу предложения, которое есть в магазине. Единственный, кому данный танк подойдет, это коллекционер, у которого ПЗ С-35 не было в коллекции. И он хочет просто расширить свою коллекцию и готов ради этого заплатить реальные бабки. Для того, чтобы играть и фаниться на третьем уровне, есть более качественные и интересные машины, которые доставляют гораздо больше интереса и гораздо больше фана от самого игрового процесса. Покупать данный набор исключительно ради того, чтобы перевести его в голду крайне невыгодно, потому что 1950 золота за 5 баксов это перебор. Причем вы не получаете это чистоганом. Чистоганом вы получите всего 1200, ну и плюс слот в ангаре, который вы в любой момент за 250 голды можете купить. Ну а один контейнер собери их все, знаете, ни вашим, ни нашим. Было их там бы хотя бы, я не знаю, там 3, но окей, еще там хоть как-то можно было бы, закрывая глаза на солнце, что-то об этом говорить позитивное. Ну а так, я, честно говоря, особого интереса к данному предложению не ощущаю. Даже несмотря на то, что сам ПЗ С-35 у меня есть. Вот такая вот правда жизни, вот такая вот правда про ПЗ С-35. Если вы за правду подписываетесь на канал, а от меня вам пожелание исключительно мира и спокойствия. На данный момент все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok